Для киевлян дым от пожаров уже не главная проблема, ведь дышать им приходится не просто зловонными, а ядовитыми газами. Особенно жителям татарки и подола. И намерения у коммунальных служб вроде бы благие ремонт коллектора, но жару людям приходится буквально убегать из собственных домов. Когда закончится ремонт, интересовалась любовь кукла. Здесь людей не спасают закрытые окна, жители жалуются из-за запаха канализации тяжело дышать. Тут утром спать вообще невозможно. Утром просыпаешься, просто и горло, и бабушка у меня 90 лет чувствует. Задыхаются все. Тут просто вонизма невыносима. Ну, так, чтобы не соврать, наверное, уже с начала лета. А если точнее, с прошлого лета. В этом районе уже два года ремонтируют небольшой участок главного городского коллектора. Еще в начале 90-х его признали аварийным, но денег на ремонт традиционно не хватало. Нашли их только в 2015 году и с тех пор начались страдания местных жителей. Есть неприятный запах специфический, канализация, то есть, как бы, есть немножко такой, но он периодичный. Люди говорят, устали обивать пороги чиновников с просьбой ускорить ремонт, но это далеко не все проблемы. На стройплощадке нам сообщили, работы снова затягиваются. На этот раз не хватает денег на материалы. Если им правду скажут, если будут гроши давать, то будет работа швидко заканчивается. Нет, не надо. Они на камеру признаются, за работы здесь платят неохотно. Только за последний месяц со стройки уволились 20 человек. Пока нет денег, не будет никакой работы. Будут платить деньги, работа закончится. Не платят кто? Я не знаю, кто не платит. Никто не платит. Зарплату на два месяца затримают и платят не те деньги, которые обещали. Сам же заказчик Киеводоканал проблем с финансированием не видит, а удушливый запах в районе объясняет жарой. Певная частина камер в певные этапы будивництва, она открыта. Стоки надходят так или иначе, с меньшей, с большей интенсивностью. И в такую спеку чувствуется это сильнейшее. Дышать зловонным воздухом людям придется еще пару месяцев. Коммунальщики обещают закончить ремонт в октябре этого года. Любовь Куклы и Богдан Савруцкий. Подробности. Телеканал Интер.